Что там? Рука, попробуй. Ну еще, давай. Кто бы сомневался? Девочки, только посторожней, пожалуйста. Ну? Молодцы. Все, не переставим. Максим! Костер гаснет! Костер гаснет! Костер гаснет! Костер гаснет! Красота? Да. Ну да. Пошли. Тебя мать потеряла. Папочка! 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 Макс, последи за рукой. Да и мечтается тут потеплее. Давай, давай, папочка! Секунь, 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 секунь. Папочка, отнеси. Папочка! Папочка! А, дай еще... ...подарок. Днадцать. Субтитры создавал DimaTorzok Мы же военные, служили мы и на Урале, и за Уралье. И вот детские годы прошли там, из такой город Шадринск, Курганская область. И мы все вместе по грибы, по ягоды. Приехал к нам друг, он сам из Ростова-на-Дону, летчик, первоклассный летчик, он ас вообще. И вертолеты, и самолеты всех типов, летал на всех самолетах. Ну, пусть здесь вот несколько снимков его. И вот, и начинает он терять высоту. Один двигатель отказывает, другой. Что делать? Вот что делать? И я сама чувствовала, что у Максима прямо загорелись глазки. И он говорит, дядя Толя, а вот какое училище у нас в Советском Союзе тогда? Самое хорошее летное училище. Он говорит, Максим Ейская, очень славится училище. И я тогда вот почувствовала, что он начал стремиться как-то в школе даже, подтянулся, меньше замечаний стали, стала получать по поведению. И он был очень шустрый. Очень любил собирать и конструировать самолеты. Мы когда с Урала уезжали, мы не знали, куда девать их. Он все склеивал и на проволочку вешал на потолок. У нас вся комната была завешена самолетами. Идея куда-то полететь, порошки, парашюты, прочее. После того, как я отобрался в отряд космонавтов, у меня прошло 12 с половиной лет до первого моего полета. Это была мечта полететь в космос. Мысли материальные. То есть, если ты чего-то хочешь, если ты поставил себе цель, потом со временем воплощается в жизнь. На 99% зависит все от человека, от его стараний, желаний, умений, просто хотений. Потому что смотрите, как он хочет, у него глаза горят, он старается, он пытается. И это срабатывает. Это срабатывает. В 90-х годах, когда развалился Советский Союз, началось время такого брожения. Бизнес полукриминальный, полунелегальный. Ребята стали зарабатывать деньги. Те мои одноклассники, мои друзья. Я выпускник летного училища. А зарплата, я как сейчас помню, там порядка 15-20 долларов. Когда они мне говорили, Макс, зачем тебе это надо? Понимание и четкое осознание человеком, куда он идет и чего он хочет. По жизни. Все придет, все рано или поздно придет на свои места. Каждый человек обладает каким-то потенциалом. Какими-то возможностями. И иногда мы их не используем. Сами себе запрещаем мечтать. Ну, мне кажется, это нужно родителям с первых лет жизни. Общаться с ребенком как можно чаще. Именно вот как со взрослым человеком. И показывать, и рассказывать, и уделять много времени. Потому что ребенок это быстро улавливает, он впитывает все. И потом результаты течения жизни проявляются. И потом приходится смотреть и думать, что надо же, вот не зря, не зря было вот это. Запах травы, запах полыни, запах снега, запах просто людей. И ты его чувствуешь? Это очень дорогого стоит. Больше ценишь это. Ты можешь пройтись в лес. Ты можешь насладиться зеленью. Ты можешь увидеть бабочку. Ты можешь, я не знаю, искупаться в озере. Ты можешь просто дышать этим воздухом свободно. Ты можешь насладиться тишиной. Ты можешь понюхать цветок. Всего этого перешел там. И когда возвращаешься, и вот эти вот все мелочи, которые ты здесь не ценишь, а которые потом ты приобретаешь снова после возвращения на Землю, конечно, ты пересматриваешь свои отношения. Когда летишь там в космосе, пролетаешь континент, да, там же нету контурных карт, там нету границ. И до тебя доходит то ощущение, что мы внутри себя в голове построили очень много ограничений, какое-то разделение на какие-то категории, подкатегории, там, территории, принадлежности. И сказать, что вот этот лучше, а вот этот хуже, вот этому можно, а вот этому нельзя, а вот этот достоин жить так, а вот этот не достоин. Какая-то нация хуже, какая-то лучше, это разборки людей между собой. На самом деле сверху этого нет ничего. Гораздо приятнее делать людям добро, чем пытаться какой-то вытянуть для себя собственный профиль. На небольшом кусочке нашей прекрасной земли, на суше, мы еще загоняем сами себя в какой-то угол, причем иногда порой из этого угла потом не можем выйти и страдаем из-за этого. Чем быстрее мы осознаем, что мы одни на этой планете. И чем лучше будет жить твой сосед, тем в конце концов будешь лучше жить ты. Я есть такой, а вот он совершенно другой. на самом деле мы все одни. Это все плод нашего воображения. Мы сами создаем себе проблемы, я считаю. Если мы найдем в себе силы и разрушим эти стереотипы, и разрушим эти границы, то нам в итоге всем будет намного лучше. Сжигание теплового. Предварительное. Главное подъем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА